Кто хоть раз видел кадры блокадной хроники, тот уже никогда не вычеркнет их из памяти. Документальная съемка – немногое, что досталось в наследие 21 веку. В доме журналистов вспомнили тех, кто бесстрашно выходил на улицы запечатлеть жизнь города такой, какая она была на самом деле. Потом эти кадры легли в основу художественных фильмов о войне. К 75-й годовщине в городе установили копии блокадных репродукторов. Для ленинградцев они были основной связью с Большой землей. Громкоговорители транслировали новости с фронта, предупреждали о воздушной тревоге. Они же возвестили о победе. Войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда. Не менее ценны картины тех лет. Разрушенные дома, 125 граммов хлеба, полуторки на дороге жизни. В одном зале Союза художников собрали более сотни полотен. Авторы, многих уже нет в живых, не оставили кисти даже той лютой зимой. И в 1942-м в осажденном городе открыли сразу несколько выставок. Так дошли до нас портреты фронтовиков, тружеников тыла, вдов и матерей. 75 лет – это очень большой срок. И память об этом. И память, кстати, не только о тех, кто погиб и оказался в братских могилах. А память о том, что мы выстояли. Вот Сталинград и Ленинград – это два города, герои, которые могут сказать, что они выстояли. Все реже на такие встречи приходят сами ветераны. Даже когда их приглашают, например, студенты колледжа петербургской моды, чтобы подарить стрижку к празднику. Тем, кто работал в осажденном городе, уже не позволяет здоровье. Воспоминаниями все больше делятся дети блокадного Ленинграда. Отдельные эпизоды застыли в словах. Холод, грохот, темнота, больница, детский сад, какао. Помню Хуракину дачу, куда мама водила в садик нас. И я запомнила вкус какао, который, кажется, врачи делали все, чтобы нас спасти от этого голода. И нас поили очень вкусным какао. Лидию Кузьмину блокада застала шестилетней девчонкой. Горечь утрат вынудила повзрослеть. Во время бомбежки погибла мать. От голода умер старший брат. Гели, дуранду, вот эти плитки, солярный клей с лавровым листом. Это я до сих пор лавровый лист не люблю. Я его редко кладу в водный суп. 900 дней мужества, так назвали интерактивную инсталляцию в Приморском районе. Авторы воссоздали интерьер квартиры простых жителей блокадного города, учительницы и военного. В комнате плотной занавески, тусклый абажур, печь, буржуйка. У дверей санки, с которыми ходили за водой. Посетителям дают прочесть письма из осажденного Ленинграда. Хотели немножко окунуться, поэтому у нас не совсем открытая экспозиция, а есть некий пролом, который может каждый заглянуть и немножко погрузиться. А со дна Ладожского озера энтузиасты планируют поднять сторожевой корабль «Пурга», чтобы пополнить экспозицию выставочного комплекса «Дорога жизни». Мощного защитника акватории обнаружили водолазы. Судно в плохом состоянии, поэтому в музее разработали проект восстановления. А скоро до памятных мест можно будет добраться не только на электричке, но и по воде. Где находится малокалиберная артиллерия, сделать некий такой полумесяцем пирс, который с одной стороны будет прикрывать береговую линию. Вы знаете, здесь очень большие проблемы с защитой берега от волн. И будет служить неким таким вот причалом для кораблей, которые могут приходить сюда из Санкт-Петербурга. С 16 января Почта России начала доставлять поздравительные открытки ветеранам. 24 января жители и защитники блокадного Ленинграда получат единовременную выплату. И до памятного дня не прекратится акция «Ленточка ленинградской победы». За минувшую неделю по городу разлетелся миллион символов стойкости и мужества. Держи ленточку, а вот так вот смотри, выглядит медаль. Обычно корреспондент рассказывает о событиях как сторонний наблюдатель без личных оценок или историй. Но в этой теме хотелось бы отойти от правил. В моей семье бережно хранится медаль за оборону Ленинграда. Ею была награждена моя бабушка. В 17 лет днем она стояла у станка на заводе электроприбора, а вечерами дежурила на крышах. И мне жаль, что ей не довелось дожить до 75-й годовщины, чтобы увидеть, мы помним и мы передадим эту память нашим детям. Лидия Вельба, Максим Ростовцев. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург.